Это программа «Израиль за неделю» в студии Лев Капуль. Каждую субботу я и мои коллеги рассказываем вам о главных событиях минувших 7 дней в Израиле. Добрый вечер. В ночь на пятницу, 30 апреля, во время праздничных мероприятий по случаю праздника Лагба-Омер на горе Мирон в Галилее, 44 человека погибли и более 150 получили травмы разной степени тяжести. Лагба-Омер празднуют на 33 день после Песоха. В этот день скончался Раби Шимон Бар-Юхай, автор книги «Зоар», в переводе сверита книга «Сияний», которая толкует внутреннюю суть Тора и считается главным источником каббалистического учения. У могилы праведника на горе Мирон ежегодно собираются сотни тысяч людей, чтобы присутствовать на зажжении первого костра, искры которого, по мнению верующих, напоминают об искрах святости, которые Раби Шимон Бар-Юхай извлек из нечистот нашего мира. 20 апреля премьер-министр Израиля Бенин Таньяу разрешил провести традиционные празднества на горе Мирон в обычном режиме, без каких-либо карантинных ограничений. Было решено, что мероприятия смогут посетить все желающие. По некоторым оценкам их было не менее полумиллиона человек. Утром 30 апреля начальник Северного округа полиции генерал-майор Шимон Лави заявил, что полиция отрабатывала различные сценарии развития событий во время массовой церемонии на горе Мирон. «Мы готовились, но трагедию предотвратить так и не сумели. Беру ответственность за случившееся на себя», – сказал Лави. Каким образом массовое мероприятие, к проведению которого полиция тщательно готовилась на протяжении нескольких недель, обернулось одной из самых страшных трагедий в истории Израиля? Что это – несчастный случай или преступная халатность? Это и предстоит выяснить специальной комиссией. В пятницу 30 апреля юридический советник правительства Авихай Мандельблит запретил полицейским следователям допрашивать сотрудников полиции. Было решено, что выяснением обстоятельств и причин трагедии займется отдел прокуратуры по расследованию правонарушений, совершенных полицейскими. Смотрите сегодня в программе «Израиль за неделю». Беспорядки в Иерусалиме. Несмотря на снятие ограждений, в Старом Городе продолжаются столкновения между еврейским и арабским населением. Ракетные обстрелы возобновились. Юг Израиля по-прежнему слышит сирены оповещения о ракетных обстрелах. Руководство страны обещает ответить мощным ударом. Лагерь перемен объединяется. Скандалы и раздоры в правительстве объединяют оппозицию. Лагерь перемен готовится взять власть в свои руки. Израилю угрожает индийская мутация. Идет массовый исход израильтян из Индии. Врачи готовятся к возможной вспышке эпидемии из-за нового штамма вируса COVID-19. Строгий лимит на въезд в Израиль. С 23 мая в страну смогут въехать вакцинированные иностранные туристы. Правда, пока лишь участники организованных экскурсионных туров. Трагедия на горе Мирон стала самым обсуждаемым событием минувшей недели. О том, как развивались события, смотрите в материале нашей редакции. Трагедию на горе Мирон, к сожалению, ждали. Но в то, что она случится, и в таких масштабах не верили. Погибли 44 человека, свыше 100 получили ранения, в том числе дети. В этом году на самую высокую гору в Галилее, гору Мирон, на празднование Лагбаумер прибыло свыше 100 тысяч человек. А по некоторым данным, количество паломников доходило до 200 тысяч. Напомним, что ограничения на собрание на открытом воздухе до сих пор не сняты. Разрешено собираться группами до 100 человек. Гора Мирон – это место, где похоронен раби Шимон Барьяхай, один из самых значимых раввинов Талмуда, более известный как автор главной хаббалистической книги Зоа. У нас есть традиция, что между Песохом, праздником исхода из Египта, и Шавотом, днем дарования Торы, в мире проявлена категория суда. И люди устремляются в день его ухода из этого мира, то, что называется Йорцайт, 33-й день Омара, на его могилу. Потому что у нас есть традиция, что праведник играет роль некого духовного адвоката. Соответственно, когда человек стоит перед духовным судом, он хочет найти максимально хорошего адвоката. И максимальным хорошим адвокатом в духовных мирах является один из самых больших праведников Талмуда – раби Шимон Барьяхай. Трагедия произошла около двух часов ночи на том участке горы, где праздновали лакбаумер хасиды течения Толдота-Арон. По словам очевидцев, первые ряды людей, оказавшихся в узкой горловине, не удержались на месте и упали, а те, кто шел сзади, не сразу поняли, что произошло. Паломники в задних рядах продолжали напирая двигаться вперед, роняя все новые и новые ряды. Шагали прямо по упавшим. Началась страшная давка, которая и стала причиной гибели людей. Мы стояли ближе к задним рядам, там, где все начали выходить из аудитории хасидов группы Толдота-Арон. Мы видели, как люди толкают друг друга, а затем мы увидели, как одни люди стали топтать других. И когда нам удалось выбраться на улицу, то я увидел, как эвакуируют паломников, как делают пострадавшим искусственное дыхание. Тем временем на других площадках горы Мирон сначала даже не поняли, что произошла ужасная трагедия, и не знали, что рядом с ними погибают люди. Все продолжали танцевать и радоваться, пока им не сообщили о гибели десятков паломников и о сотне пострадавших. Началась срочная эвакуация. Я 10 лет работаю фельдшером и не помню, чтобы видел такое. Мы сначала, когда получили сообщение о нескольких пострадавших, думали, что они, как каждый год в этот день, страдают от обезвоживания, перегрева, получили легкие травмы, и их надо эвакуировать. Но когда мы добрались до места, то поняли, что это совсем другой случай. Мы увидели трагедию с большим количеством жертв. Десятки людей, лежащих на земле. Десятки раненых, бредущих, истекая кровью. Страшно, что среди них были не только взрослые, но и дети. Произошла страшная трагедия. В больницу Рамбом сразу же были отправлены три вертолета. Пять человек получили ранения. Двое взрослых, трое детей. Четверо из них в тяжелом состоянии. Мы все еще работаем над определением тяжести этих случаев. Один молодой человек получил травму средней степени тяжести. О том, что когда-нибудь в ходе празднования Лакбаумер на горе Мирон может случиться катастрофа, говорили давно. Место было явно не приспособлено для такого количества людей, приходящих поклониться знаменитому раввину Шимону Бар-Юхаю. Узкая дорожка могла стать и стала западной местом гибели людей. Для обеспечения порядка были призваны около пяти тысяч полицейских во главе с министром внутренней безопасности Амира Яханой, генеральным инспектором полиции Коби Шабтайм и другими старшими офицерами. Но, как оказалось, это ничего не спасает. Днем на место трагедии прибыл и премьер-министр Израиля Бениамин Нитниягу, который был встречен возмущенными криками. Паломники кричали «Убирайся со своей полицией, ты не наш премьер!». Обвиняли его и в том, что он не смог обеспечить безопасность в ходе празднования. Ультра-ортодоксы отказались покинуть гору Мирон, стремясь завершить ритуальные мероприятия и возмущаясь тем, что полиция закрыла доступ к объекту. Телохранители увели премьера с площадки, а полиция пыталась предотвратить беспорядки. Я в прошлые годы всегда ездил, все годы без исключения, кроме прошлого года, года короны, когда Мирон был закрыт, на гору Мирон. Обычно это действительно большое скопление народа. То, что произошло в этом году, это ужасно. Катастрофа на горе Мирон – одно из самых страшных бедствий, постигших государство Израиль. Мы искренне сочувствуем семьям погибших и желаем полного выздоровления раненым. Зрелище было душераздирающим. Люди, в том числе и дети, были раздавлены насмерть. Пока еще не все погибшие опознаны, я хочу избежать распространения слухов в социальных сетях, чтобы не разрывать сердца членов их семей. Я также должен отметить, что полиция, службы спасения и служба безопасности провели экстренную спасательную операцию, и мы им очень благодарны. Они предотвратили гораздо более крупную катастрофу. Теперь мы проведем тщательное, серьезное и всестороннее расследование, чтобы не допустить повторения подобной катастрофы. Я хочу объявить воскресенье национальным днем траура. Давайте все вместе выразим соболезнования семьям и будем молиться за выздоровление раненых. Специальный отдел внутренних расследований полиции получил указание выяснить, как мероприятие, к проведению которого полиция готовилась на протяжении нескольких недель и утверждала, что все под контролем, стало одной из самых тяжелых трагедий в истории Израиля. Проверять будут и подозрения в преступной халатности, которая привела к гибели десятков людей. На связи с нашей студией сейчас пресс-секретарь полиции майор Михаил Зингерман. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Очень много вопросов относительно этой трагедии, прежде всего в адрес полиции. Скажите, на ваше мнение, это все-таки несчастный случай или преступная халатность? Я думаю, очень рано еще говорить о том, что действительно привело к этой трагедии. Это все будет, естественно, расследовано, все будет проверено, рассмотрено. Нужно сказать о том, что следствие будет вести не полиция, будет вести другой орган, который подчиняется Министерству юстиции. Поэтому я думаю, что в ближайшее время уже будут первичные результаты. Вы знаете, начальник Северного округа полиции, генерал-майор Шимон Лави, сказал, что мы пытались предотвратить трагедию, но у нас ничего не получилось, я беру всю ответственность на себя. Означают ли его слова, что он уйдет в отставку? Я думаю, что нет смысла говорить сейчас об отставках, не отставках. Я думаю, это не время. Сейчас самое главное, нужно дать возможность тому следственному органу, который будет проводить все эти следственные оперативные мероприятия, действительно дойти и выйти на то, что на самом деле привело к этой тяжелейшей трагедии. 44 человека, которые погибли, и более сотни ранены. Поэтому я думаю, очень рано, и нет смысла сейчас сразу об этом говорить, кто виноват, кто пойдет в отставку. Это не время. Время сейчас действительно сделать работу. Полицейские работают очень тяжело, всю ночь работали, сейчас продолжают работать и выполняют действительно святую работу. Нужно опознать людей, нужно сделать все для того, чтобы люди были вовремя доставлены в медицинские центры. Это сейчас самая главная работа. Михаил, скажите, пожалуйста, а как вы оцениваете действия ваших коллег непосредственно в ночь трагедии? На ваш взгляд, была ли возможность у стражей порядка, взять ситуацию под контроль и предотвратить эту давку? Вы знаете, во-первых, подготовка к этому мероприятию, она велась довольно заблаговременно, довольно давно. Но и, в принципе, были предусмотрены все возможные какие-то случаи, которые могут произойти. Но нужно понимать, что когда происходит такое огромное скопление людей, а было примерно 100 тысяч человек на небольшой территории, может произойти все. Может произойти все. И, к сожалению, к нашему действительно там возникла определенная ситуация, которая привела к трагедии. И, как я уже сказал, первичное следствие сейчас ведется. Следствие, которое ответит нам действительно на все вопросы. Что там произошло? Что именно привело к этой трагедии? Что было действительно позывом к тому, что произошло, что такое большое количество людей все-таки погибло. Поэтому, я думаю, рано сейчас говорить об определенных выводах, об определенных ситуациях. Вы знаете, из-за перебоев в работе мобильной связи многие родственники пострадавших жаловались на то, что сразу после трагедии не был создан единый штаб и не существует до сих пор единой горячей линии по предоставлению помощи. Люди вынуждены звонить, обзванивать больницы, искать своих родных и близких. А как вы считаете, почему не был создан штаб и кто в такой ситуации должен координировать работу последствий этих трагедий? Ну, во-первых, конечно, вы понимаете, когда происходит такая трагедия, такой случай чрезвычайный, конечно же, поступает огромное количество звонков и одновременно в одном месте находится огромное количество людей, как я уже сказал вам, 100 тысяч человек. И по всей вероятности это количество звонков, связей и так далее, это привело к определенным сложностям. Сложностям действительно в плане дозвониться к какому-то человеку и узнать ситуацию, что происходит и какие есть проблемы. Поэтому, конечно, эта ситуация была, предусматривалась она, эта ситуация. К сожалению, произошло то, что произошло, и это также будет проверяться, и проверяться очень серьезным образом. Я думаю, что это очень важно. Очень важно сейчас действительно дать возможность тому следственному органу, который занимается этой работой, занимается следствием, действительно выйти на те однозначные причины, которые привели к трагедии. Полиция, естественно, будет в этом плане всем следственным органам, всем проверяющим органам будет помогать и делать все необходимое для того, чтобы действительно выйти на то, что действительно на самом деле привело к трагедии. Опять же повторюсь, самая главная сейчас задача в эти часы, в эти минуты, и полиция делает для этого все необходимое – спасти, спасти жизни людей, сделать все необходимое для того, чтобы близкие люди нашли тех людей, с которыми они не могут выйти на связь, которые являются пропавшими, и полиция для этого сделает все необходимое. По информации к этому часу, можно ли достоверно сказать, что все люди смогли найти своих близких? Мы знаем, что среди пострадавших и среди тех, с кем не могут связаться родные, есть дети. Что можно сказать по информации, которая есть у вас на данный момент? Вы знаете, на данный момент практически все, практически все люди вышли на связь со своими близкими. Нужно сказать о том, что дежурная часть полиции, 110, это чрезвычайный информационный центр, он работает в усиленном режиме, сейчас огромное количество полицейских задействовано именно для работы в этом информационном центре, предоставляется вся необходимая информация, она передается людям, и я думаю, что в принципе сейчас, на данный момент можно сказать о том, что практически все люди, которые переживали за своих близких, они получили информацию, однако есть еще много очень звонков, и мы, естественно, информируем, отвечаем на все звонки, делаем все необходимое, как действительно орган, который отвечает за все эти вопросы. И еще, если можно прокомментировать высказывания представителями Министерства здравоохранения, сегодня израильский Минздрав выступил с обвинениями в адрес полиции, сказали, что после того, как в Израиле был отменен режим обязательного ношения масок на открытом воздухе, директива, которая ограничивает людей, люди не могут собираться более ста человек, при массовом скоплении людей она продолжала действовать. Выходит, при действии директивы, кто же тогда изначально дал разрешение на проведение такого крупномасштабного мероприятия с таким количеством людей? Ну, вы знаете, я думаю, что обвинения одних органов Министерства и полиции, других учреждений, конечно, я думаю, сейчас не время это делать. Естественно, я думаю, что и в процессе того года, в котором мы боролись с коронавирусом, практически мы постоянно слышали обвинения в адрес полиции, однако, конечно, полиция сделала все необходимое и работала, и делала все для того, чтобы действительно коронавирус как можно быстрее ушел от нас. И факт действительно говорит о том, все факты говорят о том, что эта работа полиции целенаправленная, настойчивая, профессиональная, она действительно привела к тому, что сейчас ситуация с коронавирусом, и с количеством инфицированных в Израиле, она достаточно хорошая, неплохая, скажем так, и я думаю, что так будет продолжаться дальше. То, что касается мероприятия самого, естественно, опять же повторюсь, тот орган, следственный орган, который сейчас будет заниматься всем, что касается этой трагедии, я думаю, что он ответит на все вопросы. Пресс-секретарь полиции майор Михаил Зингерман, я благодарю вас за комментарии к нашей программе. Спасибо вам. Вы смотрите «Израиль за неделю». Уходящая неделя была отмечена крупными массовыми беспорядками в старом городе Иерусалима. Арабская молодежь вышла на митинги протеста и оказала сопротивление полиции. Поводом стала установка ограждений у шхемских ворот старого города в том месте, где привыкли отдыхать мусульмане после молитвы. Но это только повод. А причина и корни проблемы, судя по всему, лежат гораздо глубже. Недовольство в арабском секторе зрело довольно долго. Израильские власти занимались внутренними проблемами, не обращали внимания или просто закрывали глаза на тлеющий конфликт, который вспыхнул с новой силой. Одновременно с беспорядками в Иерусалиме в последние дни возобновились обстрелы южных районов Израиля из сектора Газа. Израильтяне живут с ракетными обстрелами с начала нулевых. За два десятилетия по израильской территории было выпущено в общей сложности более 10 тысяч ракет. И все эти 20 лет в Израиле ищут ответ на вопрос, что делать, чтобы эти обстрелы прекратились. Эта тема стала повесткой дня экстренного заседания военно-политического кабинета, который принимает все решения о проведении военных операций. По окончании заседания министры вновь заверили население Израиля в том, что если обстрелы не прекратятся, Израиль ответит на них всей своей мощью. Что стоит за этой формулировкой? Очередные словесные интервенции политиков? Или Израиль действительно всерьез рассматривает вероятность проведения военной операции в секторе Газа? Обсудим это прямо сейчас со специалистом в сфере безопасности, депутатом КНЕСЭТа 23-го созыва Андреем Кожановым. Андрей, добрый вечер. Добрый вечер, здравствуйте. Мы в очередной раз слышим фразу о том, что если еще раз Хамас обстреляет территорию Израиля, мы с ним покончим раз и навсегда. Как по-вашему, почему это до сих пор не произошло? И что нужно сделать для того, чтобы действительно эти обстрелы прекратились? За последние 15-20 лет на самом деле базисная составляющая не изменилась между Израилем и сектором Газа. Для того, чтобы полностью уничтожить Хамас и полностью прекратить ракетные обстрелы, необходимо занять всю территорию сектора Газа. Соответственно, ввести туда войска на достаточно долгое время, чтобы повлечет за собой жертвы с обеих сторон. Сколько времени это займет, неизвестно. Сложное политическое решение, отважится ли на него все руководство страны? После вывода войска сектора Газа это фактически решение, которое невозможно принять. Поэтому приходится так или иначе балансировать в рамках сдержика противовесов реакции угроз. То, что произошло на этой неделе, обстрелы после достаточно продолжительного периода тишины, связано с, конечно же, беспорядками в Иерусалиме и с возможной отменой внутрипалестинских выборов. В исполнительную власть и на президентский пост, который, может быть, скорее всего, объявит президент палестинской автономии, на что Хамас вынужден будет, соответственно, так или иначе отреагировать. То есть это некое послание Хамаса президенту палестинской автономии? Он говорит, мы главные, мы победим, не вздумайте отменять выборы? Поскольку это именно то, что произойдет, если выборы действительно пройдут на территории палестинской автономии. Сейчас президент палестинской автономии взвешивает отменить эти выборы под предлогом того, что Израиль не позволяет проводить выборы в палестинскую автономию на территории Восточного Иерусалима. Соответственно, Хамас, который не заинтересован в отмене выборов, таким образом действительно показывает президенту палестинской автономии, чего будет стоить эта отмена. Но Абумазан хочет отменить, потому что он боится проиграть, верно? Само собой. Когда палестинские фракции обычно бьются между собой, то прилетает очень сильный по Израилю тоже. Что же касается заседания военно-политического кабинета, то, по большому счету, вы знаете, это было своего рода предназначено как и для внутренней публики, так и для Хамаса. Это было такое некое шоу. Потому что военно-политический кабинет после, на самом деле, небольшой реакции, не сильной реакции армии, дал возможность, вернее, утвердил возможность премьер-министра и министра обороны при необходимости провести в секторе газа жесткий, либо сделать какой-то жесткий ответ в секторе газа. Опять-таки, при необходимости. Когда возникнет необходимость, это уже второй вопрос. Что такое необходимость? Две ракеты, 10 ракет, 40 ракет, 100 ракет. Хамас тем временем прекратил обстрелы, тем не менее возобновились на всей протяженности границы с сектором газа, возобновились ночные демонстрации у забора, попытки прорвать забор. Мы это тоже видели уже не раз. То есть, постоянно такое напряжение поддерживается на небольшом огне с возможностью перейти от одной фазы к другой. То же самое и с израильской стороны. Решения военно-политического кабинета обычно не публикуются. Здесь же они были сделаны специально достоянием гласности, увеличении дислокации войск в районе сектора газа и так далее. На самом деле, сильного увеличения войск не произошло, но, тем не менее, Хамас прекратил обстрелы, просчитав, что на данный момент ему это невыгодно. Плюс, конечно, на это все накладывается и священный месяц Рамадан, и, как мы уже говорили, беспорядки в Иерусалиме, ну и, конечно же, внутриполитический кризис в Израиле, о котором мы все свидетели. Еще такой вопрос. Такое ощущение, что тема Хамаса как-то в последний год, возможно, из-за коронавируса, пропала с радаров. А чем занимаются активисты этой организации? Чем они занимались весь этот год? Они продолжали рыть подземные туннели, продолжали увеличивать и модернизировать свой арсенал боевой? Без сомнения. Они продолжали и усиливать свою боеспособность, и боеготовность, и, соответственно, увеличивать свои арсеналы, и рыть туннели. Но, тем не менее, их также не обошел коронавирус. Очень серьезная ситуация в секторе. Газа с коронавирусом. А наши силы безопасности, они как-то отслеживали это? Или из-за того, что у нас кризис политический? Нет, это не имеет отношения. То есть, службы безопасности следят за тем, что происходит. Но тут двоякий процесс. С одной стороны, был процесс некого такого неформального урегулирования. Тишина в секторе Газа, который занимается коронавирусом, и тишина, соответственно, с израильской стороны. Под покрытием этой тишины Хамас продолжает усиливаться и усиливать свой контроль. При этом продолжает получать деньги от Катара? Само собой. Причем по израильскому же разрешению. Но это отступные. Катар платит Хамасу деньги, чтобы Хамас не обстреливал Израиль. Эти деньги направлялись бы на гражданские военные нужды в секторе Газа. Это своего рода негласное соглашение, которое действует уже два или три года. Между Катаром, соответственно, Хамасом и Израиль. Вопрос, что произойдет сейчас с выборами. Как эти Катарские деньги, как Катар сможет повлиять на Хамас. Да, это приведет к эскалации или не приведет к эскалации. Как отреагирует Израиль, как отреагирует Палестинская улица. Потому что сейчас любая спичка может поджечь действительно огромное пламя. Это то, что мы видели в Иерусалиме. Из-за подростков с обеих сторон, что с еврейской, что с палестинской, которые просто нападали и избивали прохожих. То есть хулиганы, можно сказать. Это привело к массовым столкновениям с вводом пограничной полиции, с использованием в центре Иерусалима светошумовых гранат и так далее. Вы упомянули тему беспорядков в Иерусалиме. На ваш взгляд, эти беспорядки могут положить начало новой интифаде, вооруженному сопротивлению? Нет, это симптом. Интифаде нет. Но если будут отменены выборы, и Хамас попытается подогреть ситуацию изнутри, тогда это возможно. Возможно и теракты террористов, которые будут проведены террористами-одиночками, возможно и массовые демонстрации, которые перерастут. Опять-таки, не против президента палестинской автономии, а именно против Израиля по различным предлогам. Потому что Израиль не позволяет проводить выборы в Восточном Иерусалиме. Причин может быть много. Но как интифады на данный момент это не просматривается. А чего боятся израильтяне? Какой-то активности и такой предвыборной антиизраильской агитации? Антиизраильская агитация всегда идет. Вопрос на самом деле не в этом. Вопрос, что будет на западном берегу. Это мягкое подбрюшье Израиля. И что будет в секторе Газа. В конечном итоге, кто останется у власти или кто придет к власти. Понятно, что если к власти на западном берегу придет Хамас, сладко будет никому. Не сладко будет никому. А если у власти остается Абумазан, ему уже 86 лет, что произойдет дальше? Как он эту власть будет удерживать? При том, что у него тоже внутриполитический кризис. И у него тоже есть претенденты внутри на его пост. Различные кланы, различные фигуры. Как эти фигуры будут взаимодействовать с Израилем? На данный момент Абумазан все-таки взаимодействует с Израилем. Как минимум в сфере безопасности. И к чему это приведет? Пока это все вопросы, на которые нет ответов. Еще один инцидент был не так давно. Ракета, которая прилетела из Дамаска, упала на юге страны, пролетела практически через всю страну. Нас убеждают в том, что ядерный реактор в Димоне не был целью запуска. Но как вы оцениваете этот инцидент? На ваш взгляд, наша система безопасности, она не сработала? На самом деле ракета не пролетела почти через всю территорию страны. Она пролетела через всю территорию Иордании. То есть, если проследить траекторию, как летела эта ракета комплекса С-200 противовоздушного, если не ошибаюсь, С-200 Вега, еще советского производства, она пересекла территорию Иордании, могла легко сбить любой гражданский лагерь в небе Рабат-Амона. И действительно разорвалась, самоуничтожилась на юге Израиля, в небе на юге Израиля, неподалеку от Димоны, от ядерного реактора. Почему не сработала система ПВО? Система ПВО сработала, не смогла перехватить. В армии объясняют, что была использована не та ракета, не та система для перехвата этой ракеты. Мало того, что ракеты противовоздушной обороны ведут себя не так, как баллистические ракеты. А наши системы ПВО, рассчитанные и ПРО, рассчитаны все-таки на баллистическую траекторию. Поэтому тут не было возможности перехватить. Тем не менее, в армии сейчас проводят, конечно, внутреннее расследование с тем, чтобы подобных инцидентов не происходило. Но я опять-таки замечу, это не первый случай уже. Долетали ракеты от системы С-200 Вега и разрывались в небе на территории Израиля. Один из случаев, когда погиб летчик от близкого взрыва ракеты именно на территории Израиля. Он не успел сделать маневр, чтобы уйти от этой ракеты. И напоследок, ваш прогноз, как будут развиваться события в Иерусалиме и на юге? Здесь очень много факторов, от каждого из которых зависит, в каком векторе будут развиваться события. Если будут массовые демонстрации на заборе после отмены выборов в палестинской автономии, это может преврасти в массовые столкновения как на заборе, так и привести к обстрелам израильской территории на юге и столкновениям на западном берегу. С другой стороны, из-за ситуации с коронавирусом, из-за вмешательства Катара, из-за того, что обе стороны сейчас не заинтересованы в столкновениях, Хамас об этом тоже передает послание через ООН, в качестве Египта, Катара, ООН и так далее, то вполне вероятно, что будет опять-таки день-два, может произойти день-два таких интенсивных столкновений, после чего опять все пойдет на спад. Но здесь предсказать очень сложно. Есть огромное количество различных сценариев, которые могут произойти. Но эти действия и беспорядки в Иерусалиме, и обстрелы из сектора газа, ведь сложно предположить, что эти действия кто-то координирует, как-то один человек или организация. Это происходит спонтанно и стихийно. Нет, как раз обстрелы из сектора газа – это не спонтанно и не стихийно. Есть несколько организаций, у которых есть ракетный потенциал, которые принимают решения. Это уже даже не подконтрольные Хамас-организации, верно? Это Хамас и исламский джихад в основном, но не бывает запуска. Исламский джихад не запускает ракеты без того, чтобы Хамас об этом не знал. Хамас может надавить и остановить эти запуски. А то, что происходило в Иерусалиме, это было, в общем-то, достаточно спонтанно. Насколько я понимаю. Но, тем не менее, оно, да, было спровоцировано общим фоном того, что происходит. Специалист в сфере безопасности Андрей Коженов, благодарю вас за участие в нашей программе. Спасибо вам. Вы смотрите «Израиль за неделю». Не секрет, что Израиль – страна крайне политизированная. И особенно это заметно после выборов, в период попыток формирования правительства. То, что за последние два года – это уже четвертые выборы, пожалуй, никого не удивляет. Более того, израильские граждане морально готовятся к пятым выборам, хотя политики заверяли нас, что их не будет. Время идет. До окончания срока, отведенного Нетанияу на создание коалиции, остается всего три дня. А пока нет и намека даже на предварительные коалиционные соглашения. Зато все больше разговоров о том, что мандат на формирование правительства, скорее всего, президент Израиля не станет возвращать парламенту, а передаст одному из оппонентов Нетанияу. И что чем больше действующий премьер погружен в скандалы, которые преследуют его один за другим, тем меньше шансов избежать пятых выборов. Запутались не вы одни. Распутать политический клубок поможет нам сегодня политический обозреватель издания «Маариф» Анна Раева-Барская. Анна, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, каковы шансы Нетанияу предпринять что-то в последние оставшиеся три дня? Ну, как раз на это и самый большой расчет. Вообще, надо знать правила игры в израильской политике. Обычно почти месяц отводится согласно рамкам этого самого мандата на формирование коалиции, но все начинает происходить в последние несколько суток. Поэтому сейчас... Что происходит сейчас? Сейчас именно как раз то самое время, что называется «мани тайм». И все это хорошо знают. Происходят две параллельных сюжетных линии. С одной стороны, блок противников Нетаньяу, как они себя называют, блок перемен или блок национального единства, те самые партии, которые пытаются создать альтернативное правительство без Ликуда и без Бениамина Нетаньяу, они, я думаю, сейчас на пике своих попыток договориться и сформировать правительство параллельно с тем, что предпринимает премьер-министр. То есть формально у Беннета, у Лапида, у Гидона Сара нет этого самого мандата от президента, но по сути они делают ту же самую работу. Есть переговорные группы, есть встречи лидеров этих партий, они пытаются договориться и рамочно составить свои коалиционные соглашения. Для чего? Для того, чтобы просто не дать возможности Нетаньяу и не дать возможности президенту никакого маневра совершить, если, например, у Нетаньяу не получилось. А скорее всего у него ничего не получится. Я бы не торопилась, честно говоря, здесь, сейчас мы к этому придем. Мандат истекает ровно в полночь, как в сказках. Ровно в полночь со вторника на среду мандат истекает у Нетаньяу, и тогда, соответственно, он возвращается к президенту. У президента Риблиной будет несколько возможностей. Что с этим мандатом сделать дальше? Для того, чтобы сузить число этих возможностей, противоположный лагерь хочет прийти, пытается, по крайней мере, прийти к тому, чтобы буквально в последнюю секунду перед достижением мандата имени Нетаньяу договориться обо всем и прийти к президенту со словами «Господин президент, мы смогли сформировать правительство, то есть делать все наоборот. У нас есть правительство, дайте нам формальный мандат, и мы тут же, без всяких проволочек, предоставим вам правительство национального единства без Нетаньяу, без Ликуда, как было сказано». Тем более Нетаньяу, который видит свою миссию в том, чтобы продолжать спасать Израиль от внешних и внутренних врагов. Он ведь действительно в это верит? Да, так говорят все, кто с ним беседовал, что это не попытка устроить, скажем так, устроить себе личную карьеру и не уходить с этого поста. Это действительно вера в собственную миссию, в собственную роль в истории. Теперь, если мы сделаем несколько шагов назад, в середине недели состояло заседание правительства. Оно знаменовалось очень громким скандалом, который там разразился. Скандал касался требования Высшего суда справедливости Израиля, назначить постоянного министра юстиции. Напомню, что после ухода одного из лидеров партии Кахоль-Лаван, Абенисен Корна, этот пост временно занимал, взял себе Бенни Ганс. Да, совершенно верно. Согласно ротационным соглашениям о паритетном правительстве, которые действовали все то время, что он функционировал, вплоть до выборов в нынешний Кнетет, портфель министра юстиции относится к ведомству Кахоль-Лаван. То есть неважно, кто займет этот пост с точки зрения этих соглашений, прописанных, кстати говоря, в законе, важно, что это должен быть представитель стороны Кахоль-Лаван, стороны Ганса. Поэтому Ганс требовал, в общем, основываясь на этом законе, отдать этот портфель себе. То есть просто из временно исполняющего обязанности плавно стать естественным, так сказать, эволюционным образом, превратиться в полноценного министра юстиции, вплоть до создания нового правительства. Буквально недавно появилось сообщение о том, что Нитанияу все-таки согласился назначить министром юстиции Бенни Ганса. То есть в итоге получается, что он пошел на компромисс. Я полагаю, что как раз вот очень в русле нашего разговора здесь есть предвыборный аспект и еще более важный аспект формирования правительства. Если сейчас ситуация отмотается, скажем так, на сутки назад, Нитанияу возьмет свои слова обратно, и Бенни Ганс будет назначен на пост министра юстиции, это означает, что Нитанияу понял, что потерять такого потенциального партнера по ротационному правительству, как Ганс, будет просто непростительно со своей стороны, это просто голос в свои ворота. Я думаю, что это шаг навстречу попытки все-таки создать коалицию. Политический обозреватель здания Маариф Анна Раева-Барская, я благодарю вас за участие в нашей программе. Большое спасибо. Вы смотрите «Израиль за неделю». Через три недели израильтянам могут не понадобиться зеленые паспорта. С таким заявлением выступил заместитель министра здравоохранения Юав Киш. Действующие в рамках модели «Зеленый паспорт» сегодня ограничения регламентируют посещение баров, ресторанов, музеев, театров и других публичных мест будут отменены, если темпы заболеваемости продолжат снижаться. Израиль гордится результатами вакцинации своих граждан, что позволило отменить обязательный масочный режим на открытом воздухе. Однако, несмотря на это, в Израиле сегодня многие опасаются новой волны пандемии. Главным тревожным сигналом к этому стал так называемый индийский штамм или индийская мутация. Израильтяне возвращаются из Индии и проходят тесты на коронавирус. Международный аэропорт «Бен-Гурион» по-прежнему считается ахиллесовой пятой Израиля, слабым звеном. Удастся ли избежать распространения новых штаммов коронавируса и не допустить новой волны пандемии? Обсудим сегодня с представителем Министерства здравоохранения Израиля, доктором Анной Глухов. Анна, здравствуйте. Здравствуйте. Из Индии приходят какие-то очень страшные цифры, 300 тысяч случаев заболеваемости в день. А вы, как представитель израильского Министерства здравоохранения, когда смотрите на систему здравоохранения в Индии, на что вы обращаете внимание, в чем они просчитались? Для того, чтобы понять, что произошло в Индии, давайте вспомним, что было во время третьей волны коронавируса в Израиле, когда третий локдаун, когда все было закрыто, в общем-то до конца не срабатывал. Когда зашел новый штамм, сегодня мы уже знаем, что фактически третья волна в Израиле в основном была обусловлена заходом британского штамма, который более контагиозен или, по-простому, более заразен, быстрее передается от человека к человеку. Мы видим, что, несмотря на меры карантина, вирус шел и распространялся. И израильская система общественной медицины, в общем-то, работала на максимальной мощности. Это по 100 тысяч анализов в день. Это все-таки попытка выявить вовремя больных для того, чтобы прервать цепочку заражения. Это все новые и новые отделения коронавируса, которые открывались. Это 1200 человек, которые были в тяжелом состоянии. И, в общем-то, система медицинская еще справлялась. Но мы говорили о том, что еще немножко и может случиться катастрофа. И только вакцинация, которая началась, в общем-то, в момент третьей волны, позволила нам прийти к тем цифрам, которые есть сейчас. Это чуть более 100 человек, которые находятся в тяжелом состоянии. И это новые выявленные больные коронавирусом, которые, в общем-то, двузначная цифра, 30-40 человек в день. И, в общем-то, когда только Министерство здравоохранения говорило о том, что вакцинация необходима, мы говорили, что самый крайний, самый страшный сценарий может быть ужасен. И, в общем-то, то, что мы видим сегодня в Индии, это самый крайний, самый ужасный, просто, ну как, что называется, фильмы ужаса, что там происходит, когда нет системы здравоохранения, которая может производить в день достаточное количество анализов для того, чтобы выявлять коронавирусных больных, изолировать их, то есть карантин для того, чтобы предотвратить распространение заболевания. Нет такой системы поликлиник, как у нас, которые позволяли делать домашнюю госпитализацию, быть на связи с врачом каждый день. Нет такого количества больничных койк и такого количества персонала, который может вылечить всех людей, которые находятся в тяжелом состоянии. А самое главное, там нет вакцины. И когда мы говорим о том, что в страну попал более заразный, и сегодня мы уже знаем, что это более заразный, более инфекционный штамп, который распространяется очень быстро, мы видим тот самый крайний, самый ужасный сценарий, который может случиться в любой стране, где система здравоохранения, в общем-то, не обеспечит помощь тем больным, которым есть, и в той стране, где нет вакцинации. А какие шаги израильский Минздрав предпринимает для того, чтобы наши граждане не заражались индийским вариантом и другими новыми штаммами во всем мире? Мы знаем, что эпидемиологическая ситуация в Израиле сегодня достаточно спокойна, но мы знаем, что общая ситуация в мире продолжает оставаться очень и очень тяжелой, в том числе и отдельные точки, где ситуация, в общем-то, катастрофическая. Сначала вроде бы израильтянам разрешили выезжать за границу вакцинированным. Сегодня список стран, куда можно поехать, насколько я понимаю, был ограничен. Есть несколько опасных мест, куда Министерство здравоохранения израильтянам ехать не рекомендует, верно? Ну, во-первых, мы вообще говорим о том, что в сегодняшний день при выезде за границу нужно два раза подумать. Есть рекомендации о том, что ограничить, и если нет острой необходимости за границу не выезжать, потому что эпидемиологическая ситуация там тяжелая. Это касается привитых, в том числе и особенно, если выезжают семьями и берут с собой непривитых детей. Министр здравоохранения Юдей Эдерштейн уже, в общем-то, представил все свои рекомендации, которые говорят о том, что все-таки на сегодняшний день все страны нужно разделить на две группы. Одна группа, куда будет входить большинство стран, по отношению к которым останутся те рекомендации, которые есть на сегодняшний день. То есть израильтяне, которые привиты или переболевшие, возвращаясь оттуда, не должны находиться на карантине. Взрывах зеленые страны. Достаточно только провести анализ, который есть на сегодня для всех езжающих в аэропорту, и выделить несколько стран, в которых ситуация чрезвычайная. Это зависит от тех штаммов, которых есть в этой стране, от количества заболевания, от скорости распространения вируса в этой стране. В эти страны и въезд израильтян, и въезд людей оттуда будет ограничен. Люди въезжать или выезжать, и израильтяне, и гости будут только по специальным разрешениям. Что касается израильтян, то израильтяне, приезжающие оттуда, несмотря на то, что они получили прививку, все-таки должны будут сдать анализ и находиться две недели на карантине, для того, чтобы не завести в Израиль новые опасные штаммы. А люди, жители этих стран, которые будут приезжать к нам, должны будут находиться на карантине в гостиницах, опять же, с той же целью, чтобы не ухудшить эпидемиологическую ситуацию, которая у нас есть сегодня. Представитель Министерства здравоохранения Израиля, доктор Анна Глухов, я благодарю вас за комментарий в нашей программе. До свидания. Въезд для иностранных туристов в Израиль был закрыт в течение всего года. В нашей стране действовал один из самых жестких карантинных режимов во всем мире. На этой неделе власти Израиля объявили об открытии с 23 мая границ для иностранных туристов. Министр туризма Орид Фарка Шакоин назвала эти меры пилотным проектом и сообщила, что на первом этапе въезд в страну разрешат лишь ограниченному количеству участников организационных туров до 600 человек в месяц. При этом все они должны быть вакцинированы препаратами, которые одобрили в странах ЕС или в США. Входит ли в этот список вакцины российского производства и когда Израилю ждать туристов из России? За разъяснениями мы обратились к директору департамента Министерства туризма Израиля в России и странах СНГ, советнику посольства Государства Израиль Владимиру Шкляру. Он на связи с нашей студией из Москвы. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как много сегодня в России желающих посетить Израиль после 23 мая в рамках организованных экскурсионных туров? Желающих очень много, но с 23 мая россияне не смогут посещать Израиль. 23 мая Израиль будет открыт для организованных групп из некоторых стран. Россия пока в эти страны не входит. Месяц назад правительство Израиля сообщило о том, что с 23 мая воздушные границы еврейского государства начнут открываться для вакцинированных и переболевших иностранных туристов с антителами со всего мира в соответствии с установленной квотой. И для граждан России в том числе. На этой неделе Министерство здравоохранения Израиля постановило разрешить въезд туристам вакцинированным, утвержденными в США и Евросоюзе препаратами. Значит, вакцины российского производства в этот список не входят? Действительно, месяц назад состоялась пресс-конференция при участии посла Израиля и меня здесь, в Москве, где мы объявляли о том, что с 23 мая возобновляется туризм в Израиль. Ни в коей мере не было сказано о том, что это будут российские группы. Говорилось о том, что будут группы, будут выработаны критерии, страны не назывались. Возможно, это было кем-то неправильно понято, но и тогда страны не назывались ни Россия, ни какая-либо страна. Мы знали, что будет ограниченное количество стран, какие это будут страны, не знали. Ну, а сейчас получена такая информация, сегодня это опубликовано, что это будут страны, где прививаются прививками, признанными американской организацией и европейской организацией по контролю за лекарствами. И еще один важный момент. С апреля израильские СМИ опубликовали информацию о том, что российские граждане могут навещать своих прямых родственников в Израиле. Правила и критерии въезда были установлены Израильским министерством внутренних дел. Насколько, на ваш взгляд, они доступны и понятны людям и не слишком ли сложная бюрократическая процедура получения разрешения на въезд тем, кто не видел своих родственников больше года? Нет, эти правила работают, никаких проблем нет. Я единственное хочу напомнить, что, в принципе, вот последний месяц, наверное, последний год небольшой туризм в Израиль шел. Это был медицинский туризм. И пускали в Израиль россиян также по некоторым гуманитарным соображениям. Но вот недавно были опубликованы новые правила и в связи с этими правилами и близкие родственники могут въехать. Это простая процедура. Надо подать заявление, надо доказать родство и тогда дают разрешение. Владимир, скажите, а какова ситуация с коронавирусной инфекцией в Москве? Ну, коронавирус никуда не убежал. На самом деле, по официальным цифрам мы видим снижение. Люди здесь ходят без масок. Правда, в общественных местах есть требования носить маски. В метро в масках, в магазинах в масках. Есть ограничения по посещению театров, ресторанов. Но, в принципе, жизнь идет. В среднем, по официальной статистике, около 9 тысяч ежедневных больных по России и в районе 2 тысяч плюс-минус больных по Москве. А как чувствуют себя израильтяне в России в целом и в Москве в частности? Могут ли они в случае необходимости рассчитывать на помощь израильского посольства или департамента Министерства туризма Израиля? Консультационную или, возможно, даже медицинскую, если таковая вдруг срочно понадобится? Ну, медицинскую помощь точно нет. Мы ее не оказываем ни в посольстве, ни в представительстве туризма. Ну, а по всем остальным вопросам, без сомнения, мы помогаем и не только израильтянам. Нам звонят и российские граждане и задают практически вот те же вопросы, которые вы сейчас задали мне и мы с удовольствием им отвечаем. Потому что, вы правильно сказали, есть все-таки небольшая неразбериха, потому что правила постоянно меняются и не только по отношению к Израилю и к другим странам. Люди часто путаются, открывается Турция, все решают, что открылся Израиль, закрывается Египет, все решают, что закрылся Израиль и так далее. Как бы не все все понимают, люди звонят к нам, звонят в посольство и им объясняют. Ну а те, у кого есть право на поездку, они оформляют это право и приезжают. Я надеюсь, что ближе к июле месяцу, когда этот пилотный проект с группами пройдет и докажет право на существование, тогда начнут уже пускать и одиночных туристов и, возможно, Россия войдет в этот долгожданный список стран, туристы, с которых имеют право въехать в Израиль. Я, кстати, вернусь здесь еще к вашему первому вопросу, а все-таки хотят россияне или не хотят? Россияне очень хотят приехать в Израиль, и здесь был недавно опубликован опрос. Россиянам предлагалось назвать 10 самых ожидаемых стран после открытия границ, и мы попали в эту десятку, мы были на девятом месте. Подобный опрос два года назад, потом просим, и были на 14 месте. Значит, это говорит о том, что все-таки россияне ждут открытия границ и хотят приходить в Израиль, посетить наши четыре моря, посетить Иерусалим, ну и другие сопримечательства. То есть, резюмируя то, что вы сказали, можно выразить надежду на то, что российские туристы смогут посещать Израиль, начиная с июля? Ну, будем надеяться. Сегодня, кстати, вы, наверное, будете одной из первых средств массовой информации, которые вы там объявите. Сегодня Израильское Министерство туризма опубликовало новую директиву о поддержке полетов в Эйлад. Туристским компаниям за привоз туристов в Эйлад будет, как и в прошлом году, сделан возврат 60 евро за каждого туриста. Это очень положительный шаг, его все ждали. Эта директива будет действовать с первого сентября, так что, если не в июле, так уже в сентябре, наверное, россияне смогут посетить Израиль. И еще один, последний вопрос. Израиль, как известно, мировой лидер по темпам вакцинации от коронавируса. А есть ли какой-то обмен опытом между Израилем и Россией в этом направлении? Быть может, в рамках вашего ведомства или по каким-то другим каналам? Ну, это уже никого, конечно, не секрет. Это постоянно публикуется во всем мире и здесь, что Израиль лидер по вакцинации и об этом мы говорим на встречах и в профессиональном мире и при обращении к будущим туристам. Туристов нет, но наша работа здесь не прекращалась. есть постоянные вебинары, но сейчас даже уже семинары, выставки, мы участвовали в нескольких международных выставках. Как бы, говоря, вот, спортивным, может быть, языком, мы на карте, мы находимся в постоянном контакте с туристским миром России, с туристским бизнесом, нас здесь любят, это уважают и ждут открытия границ. Ну что ж, будем ждать российских туристов с нетерпением директор департамента Министерства туризма Израиля в России и странах СНГ Владимир Шкляр. Спасибо вам за участие в нашей программе. Спасибо. Это были основные события прошедшей недели. О событиях новой недели мы расскажем вам уже в следующую субботу. Оставайтесь на телеканале RTVI и всего вам самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин